Побывать в Чувашии, не выезжая из Оренбургской области, это возможно. В столице именно этого региона 10 лет назад появилась национальная деревня. Она находится в центре города, а по ее улицам во время своей рабочей поездки в Оренбург решил пройтись и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Компанию ему составил и мой коллега Дмитрий Ковалев. В Оренбурге о культуре и традициях других народов местные жители узнают не только из телепередачи книжек. На одной из улиц прямо в центре областной столицы выросла необычная деревня. Это не просто дома, а ворота в разные республики и страны. Поддержка культуры, традиций, языка, это очень важно, потому что каждый народ, который проживает, проживает в хорошем добрососедстве друг с другом, вот и на этой площадке, и в области, и в республике Чувашии, и в России в целом, это вот объединяет всю нашу нацию. Мы считаем, что это очень важно. Территория Чувашского подворья словно картина из далекого прошлого в деревянной избушке настоящий музей. Экспонаты для него собирали всем миром. Глиняные горшки, чугунные утюги, национальные костюмы, деревянная посуда и даже ткацкий станок. Это все использовали в быту наши предки. Ездили и в Чувашскую республику, и в Башкирию, и в Саренбургскую область. Сейчас пополняется фонд за счет дарения гостями. Приезжают и из области к нам, преподносят дар экспонаты, и из Чувашской республики привозят. Сколько за эти годы удалось собрать экспонатов, затрудняются сказать даже сотрудники музея. Картины, которые висят на стенах, преподносили в дар чувашские художники. А недавно здесь выступал и известный чувашский певец Вячеслав Христофоров. После концерта он даже подарил музею свою гармонь. Сейчас она украшает национальную экспозицию. Глава региона в Чувашском подворье – гость долгожданный. Сюда он приехал впервые и остался доволен увиденным. Люди познают культуру, ибо культура любого народа является неотъемлемой частью российской культуры. И с этой точки зрения все это богатство должно передаваться с поколения поколения. Это место, где люди, приходя, могут, посмотрев, вникнуться, соответственно, познать культуру любого народа. Это очень важно, и тем более все это находится в центре города. Чтобы попасть из Чувашского подворья в Татарское или Мордовское, достаточно только перейти дорогу. Здесь все расположено компактно. Но на этой улице прописались и гости из других стран. К примеру, напротив расположен армянский дом. Пока в национальной деревне расположено только 10 дворов. Но всего в Оренбурге в мире и согласии проживают представители 119 национальностей. В этой области тоже проводят праздник Агадуй. А в некоторых селах преподают и чувашский язык. Создали мы методологический центр, методический, в одной из школ, куда завозим учебную литературу, и оттуда уже распространяем в остальные школы. И дети, они занимаются и вышивкой, и танцами. На территории Чувашского подворья в ближайшее время решили установить и памятник просветителю Ивану Яковлеву, чтобы почаще напоминать гостям о том, кем гордится республика. Митрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Из Оренбургской области.